Вот мы вышли погулять с Людмилочкой. Людмила, я вам сейчас покажу, как можно сделать такую маску. Это мамина маска. Эпидемии нам раздали такие похожие. Вы даже и себе можете. Нацепили? И кто наденется. Одевается, одевается и дышит мордочка. Прекрасно. Молодец, Людмила. Если у вас нет, вы забыли свою маску дома, случайно. А у вас есть просто влажные салфетки. Желательно уже использованные, сухие. У меня случайно в машине оказалась сухая такая салфетка. И я из нее, вот, ребенка сделала такую маску. На самом деле же это финка. Я не верю, что есть этот. Тем более в нашем городке, где у нас совсем мало людей. Что здесь есть какой-то коронавирус. Добрый вечер, ребята. Вот и у нас поставили башни. Сразу вспомнился остров моих любимых писателей Стругацких. Кто его знает, как это все будет. Вот еще одна была один. Репетиторы называются по-итальянски. Передатчики. Станции. Которые будут давать интернет. Рядом с Иисусом. Ну как же. У Иисуса теперь есть компания. Не одна статуя. Вот он наш Иисус. Рядом с кладбищем. Сейчас я вам немножко пробежусь. Пробегусь по нашему городку. Вот Иисус направляет свои руки на наш городок. Мой городок называется Пертоза. Пертоза. Так, эта дорога идет на кладбище. Городское кладбище. Так, Людмилей, пойдем продолжаем дорогу. Наш путь домой. Это мы ходили к Иисусу. Когда у меня Людмилка говорит, Andiamo, Jesus, иди сюда с дороги. Вот она вторая станция. Сейчас я вам весь вид отсюда с горы покажу на город. Еще одна станция. Станция. И сейчас вы увидите весь наш городок, в котором мы живем. Вот она отсюда сейчас лучше всего просматривается с этой дороги, с Иисуса. Вот она, Пертоза. Вот мой дом родной. Такие у нас свободы, такие обзоры. Сверху это автострада, которая идет с Солерна в Реджо-Калабрия, по которой мы все время ездили на море. Так, вот синее стекло. Если вы видите, это здание музея, археологический музей. Я немного снаюсь. Видно куполок такой синий, в форме купола, стекло. Вот там центральные улицы. Вот как раз где аптека, угол здания. Коммуны. Школа Людмилки. Ну, не весь, конечно. Это мамина маска. И если я вдруг забыла для ребенка маску, что мы сделаем? Как мы решили этот вопрос сегодня с Людмилой? Давай, эту я буду держать. У меня случайно в сумке завалялись сухие салфетки влажные. Такие сухие салфеточки. Обыкновенные. Надо вот так же делать. Берем. Это нам такие в первый день эпидемии нам раздали такие похожие тряпочки. И потом сделать дырки. И сказали, что это маски. Видите? Да. Раздирается это? Ну, можно разорвать, можно, конечно, ножничками. Даже ребенок справится с этой операцией. Надо делать огромные, потому что это... Кушь-то у нас немаленькие. В зависимости от ребенка, какой он, маленький или большой. Вы даже и себе можете. Нацепили? И кто вас придерется? Я сделала. Я думаю, что маски, как сказали, что маски мы еще будем все лето носить, это хоть по крайней мере дышащие. Но это для маленького ребенка маска. Но все равно надень, наденется на уши. Наденется. Одевается, одевается. И дышит мордочка. Прекрасно. Молодец, Людмила. Закончить рассказ о своем городке я хочу на такую тему. Про разницу менталитетов севера и юга. И даже каждого в отдельности городка. Вот я прожила 10 лет в одном городке. Ну, можно сказать, там, 9 с половиной. И вот сейчас 8 месяцев уже в другом городке. Разница, я хочу сказать, колоссальная. Почему-то мне в сечении Анны казалось, что какая-то во мне проблема. Или, может быть, муж какой-то неадекватный. Что как-то меня не воспринимали, нашу семью. Почему-то вот все время было какое-то отторжение по поводу не было дружбы. И я думаю, что этот факт нужно еще учитывать. Если кто-то думает на будущем, в будущем свою жизнь связать с Италией, купить какой-то дом, недвижимость. Либо планирует переехать по замужеству, как это сделала я. Либо еще каким-то способом собирается пожить в Италии. Вот этот факт нужно учитывать. Что в каждом городке какой-то свой, и если это в городок, определенный менталитет. Естественно, в больших городах, как Милан, Венеция, Неаполь, совсем другие правила. То есть там больше, я бы сказала, север Италии, более консервативный и очень похож на наш Санкт-Петербург и Москву. Это Милан, где людям абсолютно все равно, кто ты, где, что ты хочешь делать. То есть свободная ты женщина, замужем. По большому счету, всем все равно, все будут вам приветливо улыбаться с такой натянутой улыбкой. Как, в принципе, это Москва и Санкт-Петербург. Люди консервативные, немножко замкнутые. Каждый занят своим делом. Юг. Вот моя местность, юг Италии. Это, конечно, более открытые люди. Все вам скажут, жизнерадостные. Туристу рады и расскажут все. И, ну, тоже Неаполь, это свое большой город, Солерна. Все-таки свои уклады тоже, в общем-то, по большому счету, так же все равно. Хотя и очень мило. А в наших городках, ну, как в обычных деревнях в России, да, в деревнях, когда каждый знает, кто куда пошел, зачем пошел. И здесь нужно уже с первого дня доказывать и рассказывать всем, что ты хороший человек. И когда тебя уже сделают тебе диагностику, что ты хороший человек, могут с тобой уже общаться, вот как я сейчас, например, что первое время я понимала, что это была проверка просто на вшивость, кто я, где работаю, чем занимаюсь, что я мама и ребенка. Это уже как-то людей более-менее успокаивает наличие. Ну, то, что я еще с 10 собаками переехала, да, седаю. Я переживала, что меня, в общем, выправят из городка. Ну, так не случилось. Еще я хочу сказать, что, да, что есть такая книга «Кристо Эффермато Аэболи», что «Кристос остановился в Эболи». Это как раз та местность примерно, где мы находимся. То есть это юг Италии, после Неаполя еще вниз, в сторону Рейджо-Калабрии, вот где мы находимся. То есть кому это интересно, можете прочитать такую книгу «Кристо Эффермато Аэболи». То есть он остановился в Эболи, то есть вся цивилизация здесь остановилась. Юг этим и отличается от севера, что здесь люди более замкнутые, не такие развитые, как на севере. Развитие здесь все-таки не большое. И почему это так случилось? Из-за поисторически здесь больше было влияние церкви. Церкви, как мы все знаем, они все-таки тормозят развитие, не дают мыслить. Именно останавливают этим своей религиозностью. Они очень религиозные здесь, католики. Пока так. До встречи. Продолжение следует...